Добро пожаловать всем. Огромное спасибо, что вы к нам сегодня присоединились. У нас сегодня замечательная тема. Наш вебинар будет говорить о барьерах к получению медицинской помощи и лечения у женщин и девочек с когулопатим. Я вижу, к нам подсоединяются из разных стран мира, поэтому доброе утро, день или вечер, в зависимости от того, где вы находитесь. Я донор от Элини. Я буду председательствовать на нашем вебинаре. У меня сын с гемофилией. Я сама носительница. У меня есть симптомы кровотечения. И у меня нет диагноза, несмотря на то, что у меня легкая степень гемофилии. Я возглавляю комитет по женским когулопатиям. Я член Всемирной Федерации Гемофилии, ее правление и отделение Всемирной Федерации Гемофилии в США. Я исполнительный директор Национального фонда гемофилии, с которым вообще с этой организацией я уже 12 лет. Вы услышали все мои достижения, но мы проводим этот семинар, чтобы узнали в разных странах мира о том, как много существует табу сексизма и неизвестных фактов в отношении женских когулопатий. И это приводит к тому, что не ставится диагноз, снижается уровень жизни, качество жизни у женщин и девочек. И существуют огромные провалы в данных по этой теме. И для того, чтобы поднять стандарт лечения всего нашего сообщества, нам необходимо обратить внимание, особенно на женские когулопатии. И вот в этих целях и был созван этот семинар. И мы хотим стратегически выставить в ФГ приоритеты. Во-первых, выявить людей с когулопатиями, в том числе женщин и девочек, и предоставить им необходимое правильное лечение и медицинскую помощь. Ну, несколько организационных моментов. У нас идет синхронный перевод. Мы благодарим наших переводчиков за то, что они смогли сегодня поработать на вебинаре. Посмотрите, нужно выбрать логотип interpretation, то есть перевод, и выбрать необходимый язык перевода. Кроме того, вы еще можете выключить оригинал на английском языке. Видите, это справа, такая стрелочка красная показывает. Тогда не будет у вас два звуковых потока одновременно. Будет только перевод на ваш язык. Это были компьютеры и планшеты. Если присоединились по мобильному телефону, то посмотрите внизу телефонного экрана, в правом нижнем углу, есть три точечки. Нажмите и выберите канал перевода. Вполне возможно, что программа потребует от вас закрепить выбранный язык, то есть нужно будет нажать на кнопочку «Сделано» – «Дан». Если у вас есть вопросы, и мы действительно хотим, чтобы сегодня вы задавали вопросы, пожалуйста, для этого пользуйтесь функцией «Вопросы и ответы Q&A». Это в самом низу полоска такая в левом углу. Вы можете, нажав на этот логотип, написать на своем языке этот язык, его переведут, и я его задам на английском нашим выступающим. Повестка дня на экране перед вами. Только что вот мы организационные моменты обсудили. У нас будут прекрасные личные опыты. Яни Кали расскажет о поздной постановке диагноза. Она живет во Франции. Потом доктор Мишел Лавин из Ирландии расскажет о том, как не хватает данных ставится поздно диагноз. Сексизм присутствует в отношении женских каукопатий. Расскажет о Фазе Парвин из Пакистана, личный опыт о жизни с тяжелой болезнью Виллибранта. Доктор Жорошни Кулькарни из США расскажет о табу и о транскультуральных вопросах. По поводу того, что делает регистр всемирных каукопатий, всемирный регистр каукопатий в ФГ, как благодаря этому повышаются возможности получения лечения, расскажет Айуб Эмили из Канады. Будет выступать доктор из Латвии Элизабет Пампур и ее коллега Акушерка Фельдшерер из Южной Африки, Южноафриканской республики Ан-Луиза Круикшнак. Они расскажут о важной роли акушеров и гинекологов и фельдшеров в том, чтобы женщины с каукопатиями имели здоровую жизнь. Буквально очень-очень коротко расскажу вам о наших выступающих. Не хочу на это отвлекаться, потому что столько серьезного материала сегодня. Начну с Эмили. Эмили – это кандидат наука по биохимии Университета Могилна. Она менеджер по данным и исследуемой во Всемирной Федерации Гемофилии. И она управляет Всемирным реестром каукопатии ВРК и связанным с ним программами и инициативами. Она 9 лет трудилась в научно-образовательной сфере в качестве исследователя рака и занималась вопросами развития науки. Эмили – это очень важный сотрудник. Она как раз занимается инновационными вопросами и исследованием по оценке потребностей. Она выступала в качестве человека, который занимается адвокацией пациентов, живущих с неизлеченными раковыми заболеваниями. Рошни Кулькарни – почетный профессор педиатрии и развития человека, директор почетной центра каукопатии и нарушений свертываемости крови Мичиганского государственного университета. Она дипломированный врач-педиатр, специалист по детской гематологии и онкологии, член-основатель фонда женщин и девочек с заболеваниями крови и очень важный участник комитета ВФГ по женской каукопатии. Доктор Мишель Лавин – врач, консультант-гематолог в Национальном центре коагуляции в больнице Святого Якова. Она также исследователь в Ирландском центре сосудистой биологии в Дубрине. Ее исследование направлено на улучшение диагностики и медицинской помощи женщинам и девочкам с каукопатиями и понимание патофизиологии каукопатий. Она председательствует в Комитете Всемирной Федерации Гемофилии по редким болезням и болезням Вилли Бранта, а также она сопредседатель Комитета женских каукопатий в Ахаде Европейской ассоциации гемофилии и родственных заболеваний. Дальше у нас доктор Элизабет Пампури, доктор-акушер-гинеколог, а также она преподает в Рижском университете имени Страденя в Латвии. Еще будучи стажером, она активно участвовала в работе Европейской всемирной ассоциации стажеров по акушерству и гинекологии. Она вообще с большим энтузиазмом относится к улучшению качества медицинского обслуживания женщин, а также к просвещению женщин относительно их здоровья. Элизабет уверена, что гинекологи являются защитниками здоровья женщин. Очень здорово, что она к нам присоединилась, и она обращает внимание на аномальные кровотечения у женщин и направляет их к гематологу. И Элизабет помогла выявить множество случаев кагулопатий. Анна-Луиза Крикшанка. Большое спасибо, что вы с нами, Анна-Луиза. Она медсестра и акушерка, и вот уже 21 года координирует комплексную медицинскую помощь в центре по гемофилии в западно-капской провинции в больнице Грохоскюр при университете Кейптауна, в том числе и реализацию координации национальной помощи по оказанию медицинской помощи в этих случаях. И давайте послушаем из личного опыта. Расскажет Яник Хоколи о своем случае. Здравствуйте, я Николи, и у меня гемофилия А, и мне 57 лет. Да, у меня кагулопатия, но этот диагноз у меня отсутствовал до 46 лет, но были все признаки, и кровотечение после, удаление зуба, тяжелые месячные, но мне всегда говорили, да невозможно, чтобы у женщины или у девочки было это заболевание, только мужчины болеют гемофилией. И да, с возрастом, когда я стала принимать контрацептивы, то ситуация с тяжелыми месячными улучшилась, но потом проблема вернулась, потому что я прекратила гормональное лечение, уже войдя в определенный возраст, и решилась на перевязку маточных труб. И вот тяжелые месячные вернулись, и были даже хуже из-за фиброза. И гинеколог мне посоветовал гистероктомию и удаление матку. Я настояла на том, чтобы сначала мне провели анализы, и самостоятельно обратилась в ЦЛГ на консультацию к гематологу. Так вот, в возрасте 46 лет мне поставили этот диагноз относительницы гемофилии А, и у меня низкий уровень восьмого фактора, то есть всего лишь 30% от нормального уровня. Вот в чем причина таких сложностей кровотечений в течение всех долгих лет. Да, у меня легкая степень гемофилии, поэтому мне потребуется лечение в случае травмы, во время хирургических вмешательств, и поэтому у меня были такие эпизоды кровотечений, тяжелые, месячные. Так вот, вопросы о гистероктомии и удалении матки было единственным путем решения моей медицинской проблеме. Почему мне сначала не предложили лечение? Почему теперь у меня после этой операции удаление матки, я теперь сталкиваюсь с другими проблемами. Все это случилось в 46 лет. Если бы я знала о диагнозе, раньше моя жизнь была совсем бы другая. И теперь я хочу бороться с отсутствием необходимых знаний, с постановкой диагноза слишком поздно, и не получение доступа к лечению. Бороться от имени всех женщин и девушек, девочек с какого-то по теме. Я не хочу, чтобы женщины прошли такой путь, который прошла я. Большое спасибо, Янек, за то, что вы рассказали о своем личном опыте. Нам очень важно слышать друг от друга эти истории и учиться друг у друга. И вместе, объединившись, мы можем бороться за лучшую диагностику и улучшение лечения. Ну а теперь я приглашаю доктора Мишель Лавин. Лавин, она расскажет об отсутствии данных, об поздной постановке диагноза и о сексизме в области колокопатии. Хочу поблагодарить доктора Лавин. Она не смогла присутствовать сегодня, но записала специально для нас свое выступление, для того, чтобы мы услышали ее взгляд. Большое спасибо. Сейчас мы запустим видео. Большое спасибо за возможность рассказать вам об этой очень важной теме. Отсутствие данных или недостаточное наличие данных, поздняя постановка диагноза и сексизм, который по-прежнему существует в области колокопатии. Раскрыть информацию на экране. Также хочу оговориться сразу, что я буду говорить о женщинах и девочках с колокопатиями в моем выступлении, но это более широкий термин, на мой взгляд. Туда должны попадать также и лица, которые сохранили способность менструировать, такие как трансгендерные мужчины. И могут у них быть дополнительные проблемы со здоровьем, в том числе, как и у трансгендерных женщин. Но сегодня это не тема моего выступления. Диагноз очень часто ставится поздно для приженских колокопатиях. Хотя все симптомы могут быть налицо. То есть у женщины, мы знаем, бывает гемофилия, и может у носительницы кровотечения случаться даже при нормальном уровне. Но мы видим классический случай, что женщина получает диагноз позже. И задержки составляют от 6,5 месяцев при тяжелой гемофилии до 39 месяцев позже ставится диагноз за женщином, если легкая степень гемофилии. Но не только гемофилия. Возьмем болезнь Виллибранда. В 10 лет 76% мальчиков уже имеет этот диагноз, и всего лишь 50% девочек в этом возрасте получает диагноз болезнь Виллибранда. Возьмем более взрослую когорту, и мы видим, что пациенткам приходится проходить длительный путь страданий. В среднем 16 лет, прежде чем им будет поставлен диагноз. От симптомов до диагноза 16 лет. Несмотря на то, что разные специалисты их наблюдают, и есть все признаки кровотечения на лицу тяжелой месячной, но редко какому приходит в голову отправить их на тест гемостатии. В чем эта причина? Профессор Анжела Майер в прошлом году опубликовала очень интересную статью о сексизме в области кагулопатии, потому что у женщин другие аспекты. Потому что симптомы кровотечения часто не признаются. Ведь у женщин бывают тяжелые месячные, а в то время как месячные стигматизируются вообще. И очень часто они сами, женщины, не медики, не понимают, а какие месячные считаются нормальными, а какие тяжелыми. Так что у всех личное мнение по этому поводу, нормальные месячные или нет. И даже члены семьи не могут подсказать, потому что у них может быть та же проблема, наследственная, семейная, и они считают, что тяжелые месячные – это нормально. Так что иногда и медики утверждают, что тяжелые месячные – это нормально, и неправильно задают вопросы или не задают их вообще, чтобы выяснить, насколько на самом деле эти менструации тяжелые. Так что мы должны бороться за признание кагулопатии у женщин и понимание того, что такое тяжелая менструация. Дело в том, что в центрах лечения гемофилии больше внимания уделяется мужчинам, а женщин порой забывают. Я считаю, что проблемы есть и в обществе, и среди медиков. И иногда люди из-за не очень серьезных симптомов беспокоятся, а иногда не беспокоятся из-за серьезных симптомов, потому что слухом установлено, что такое кровотечение у женщин. И это все приводит к недиагностике или слишком поздней диагностике. И нашу нужду в тестировании не всегда узнают и признают. И если мы не можем узнать свою проблему, то мы не можем и попросить о тестировании, соответственно, не получаем диагностики. Давайте вспомним о традиционной роли центра лечения и диагностики. Предположим, диагноз женщина получила, но все равно там все построено вокруг лечения мужчин-гемофиликов. У них, конечно же, бывают очень тяжелые состояния. Ну и о женщинах забывать нельзя. Да, конечно, благодаря нашим собратьям-мужчинам были созданы эти центры и налажено это лечение. Но, тем не менее, исторически так сложилось, что в основном заботятся о мужчину. А теперь мы должны перейти к более справедливому подходу с тем, чтобы все люди за коглопотими получали внимание. Итак, если вы женщина с гемофилией или вы носитель, носительница гемофилии, как вам обеспечивают помощь? Даже если мы последим за этим, то мы поймем, что не всегда все хорошо. Например, посмотрим на то, как ведутся беременности. Если вы женщина-носительница, то в центре мы получаем внимание. И в основном думают о вашей беременности, потому что думают, что может родиться мальчик, и он будет гемофиликом проверяем уровни фактора у матери. Иногда генетическое тестирование и пренатальную диагностику, чтобы понять, будет ли это мальчик. Если родился мальчик, то сразу из пуповинной крови берут анализы, чтобы понять, какой уровень фактора. И этого мальчика будут отслеживать в течение долгого времени. Его будут наблюдать с тем, чтобы убедиться, что уровень фактора у него не снизился. А вот о девочках как-то не думают. И думают скорее о маме, как о носительнице, чем о том, что она может сама кровоточить. Так что ведь и девочка тоже может родиться носительницей, и ей тоже нужно, порой бывает, долгое наблюдение. Однако не всегда она его получает. Если пуповинной крови анализы все нормально, то стараются забыть об этой девочке. И нет стандарта отслеживания носительства. Хотелось бы убедиться, чтобы к возрасту 16 лет все-таки девочек проверяли, носительница она или нет. Так что нужно записывать историю кровотечения у женщин. Мы обычно этого не делаем. Мы плохо их консультируем по поводу родов и по поводу того, как отходят различные жидкости после родов и плацента и так далее. Важно не спутать это с сильным кровотечением. И нужно внимательнее относиться к женщинам в наших центрах лечения гемофилии и вообще среди медиакафа. Ну и женщины много трудностей встречают. Женщины с колокотемией. Во-первых, меньше на них внимания обращается, чем на мужчин. Я часто спрашиваю на конференциях, вот вы знаете, где у вас лето, где у вас концентрат фактора находится в центре лечения. Да, всегда знают. И как сделать физиотерапию, если мало ли в случае гемоартроза. А если спросить, где находятся, простите, прокладки гигиенические, в основном не знают они. То есть, ведь женщины действительно здорово страдают от тяжелых менструаций. Однако их проблемы мы решаем не в той же готовности, как проблемы мужчины. И какие у нас есть возможные все лечения. Мы знаем, что фармакокинетика зависит от пола пациента. По-разному наш организм реагирует на препараты. Но в исследованиях по гемофилии и ее лечению это не отражено. Но там в основном рассматривается, как лечение действует на мужчин, не на женщин. А ведь есть отличия на реакцию на препараты между мужчинами и женщинами. Так что очень мало еще включаются женщины в клинические исследования. И это необходимо изменить. Сейчас из 60 текущих исследований только 20 включают женщин. Это число нужно увеличить. Так что женщины порой столько же или даже больше нуждаются во внимании ведиков. Женщины-носительницы считаются традиционно не имеют гемофилии. Это не так. И это не так, когда думают, что у них не бывает кровотечения. Да, это случается. Итак, нам нужно стараться добиваться изменений. Не только среди медиков, но и в обществе вообще. С тем, чтобы перестало быть и табу говорить о месячных вообще, тем более о тяжелых месячных, а также о послеродовых кровотечениях. И дело в том, что нужно просто регистрировать, насколько тяжелые были месячные, вести дневник. И нужно, чтобы женщины имели возможность поделиться своими проблемами с медиками и получить хорошие советы. Итак, какие существуют барьеры? Дело в том, что очень много трудностей из-за тяжелых месячных испытывают женщины ЕКГ. Сделал обзор этого в Европе. Они, пожалуй, впервые обратили внимание на не только физические, но и эмоциональные последствия тяжелых месячных. Рассмотрели обычные симптомы кровотечения у женщин и девочек с коглопатиями. Они, конечно, разные были у носителей, у пациентов с болезнью Виллибранта и у носительницы. Посмотрите, даже были кровотечения в суставах от 3 до 6% в зависимости от того, какая это популяция. Да, а у тех, у кого болезнью Виллибранта, это доходило до 13%. Но так всегда считалось, что кровотечение в суставах – это только мужской симптом. Нет, оказывается, это не так. Нужно понимать то, как коглопатия влияет на самочувствие женщин и на ее репродуктивную функцию. Опять же, мы сначала спросили, как наличие коглопатии влияет на самочувствие. Посмотрите, все это изображено графически. Здесь от 1 до 5 наименьшее, 5 – это наибольшее воздействие. Так что весьма серьезное это воздействие, как мы видим на этих графиках. И вот, что меня удивило и потрясло, это то, что есть воздействие и на репродуктивную жизнь, и функции у женщин. В частности, на решение женщин, иметь ли еще одного ребенка и иметь ли детей. Вообще, 60% женщин показали от 3 до 5 баллов. То есть, да, их коглопатия повлияла негативно на их репродуктивную функцию и решение в этой области. Дело в том, что просто боятся передать это коглопатию своим детям. Да и сама коглопатия мешает нормальному ходу беременности и родов. Что это все в свою очередь, конечно же, вызывает психологические проблемы и портит качество жизни женщины. Итак, как нам развиваться, как улучшить помощь женщинам с коглопатиями? Ну, вот основной мой посыл. Если вы не зарегистрированы, то вас не признали. И, соответственно, по всему миру. Вы знаете, всегда в медицине не хватает денег. И люди с другими диагнозами конкурируются за деньги медицинского бюджета. И чтобы выигрывать в этой конкуренции, нужны факты, доказательства, данные. А если вы не зарегистрированы, то медицинская система просто о вас не знает. Вы невидимы. И поэтому очень важно регистрировать наши коглопатии на национальном и международном уровне. Это архиважно. Итак, если мы не зарегистрированы, то никто о нас не знает и никто не понимает масштаба наших проблем. И почему мы не регистрируемся, если это происходит? Посмотрим на данные ВФГ. У них один из лучших международных регистров. Посмотрите, от 3 до 5% гемофиликов женщины. Вы можете сказать, ну да, действительно, гемофилия чаще встречается у мужчин, чем у женщин. И это правда. Но обратите внимание, у каждого гемофилика есть мать, есть, возможно, сёстры. На одного гемофилика приходится 1,6 носительниц. И 30% из них имеют коглопатии. Это женщины с гемофилией. Но они остаются в основном невидимыми. Их гораздо больше, чем представлено в регистре. Так что давайте посмотрим на тех, кто уже зарегистрирован в наших центрах. И давайте высоко ставить планку и добиваться регистрации, признания и стандартизации лечения. С тем, чтобы были принципы лечения для женщинского галопатия. И АХАТ и ЕКГ вместе разработали эти принципы лечения для женщин и девочек с галопатиями. И это прекрасный стандарт. И нужно его добиваться от всех медицинских систем. Да, и при лечении гемофилии, и при лечении любой другой коглопатии. И без исследований невозможно продвижение вперёд. Но теперешние исследования созданы и нацелены в основном на мужчин с гемофилией и другими коглопатиями. А теперь нужно изучать и женщин тоже в эти исследования. С тем, чтобы понимать, как то или иное, та или иная терапия помогает при тяжёлых месячных. Итак, как улучшать помощь в целом? Во-первых, я считаю, что нужно оторваться от старого стандарта лечения, который в основном был нацелен на мужчин. Нужно лучше оценивать женщины, понимать такое кровотечение, записывать историю их менструации. И хорошенечко обеспечить помощь для них в наших центрах лечения. И мы должны понимать, что женщины нас должны интересовать не только в качестве матерей. Это полноценные личности. И они должны нормально себя чувствовать не только во время беременности и родов, но на протяжении всей жизни. И диагностика должна быть пораньше, либо до минархии, либо при первых месячных. Должна быть и диагностика к тому времени, и, конечно же, нормальная помощь и консультация. И нужно думать о регистрации. В каждой стране должен быть регистр женщин и девочек с коглопотиями. И если мы будем этим заниматься в странах отдельно и на международном уровне, тогда и успех будет обеспечен. И, наконец, необходимо работать в области исследований. И исследования должны быть нацелены не только на мужчин, но и на женщин и девочек с коглопотиями. Только это поможет действительно глубоко решить проблему. Спасибо за внимание. Большое спасибо, доктор Лавин. Да, по-английски все начинается с R. Переоценка, признание, регистрация и исследование. Прекрасная презентация. Сколько нового я узнала. А вот дальше у нас выступает Фазия Парвин. Это второй личный опыт, о котором мы сегодня услышим. Фазия проживает в Пакистане. Большое спасибо, что вы хотите рассказать вам свою историю, Фазия. Моя история. Фазия Парвин. Тяжелая болезнь Вильбранда. Во имя Бога, милостивого, милосердивого, мир вам. Меня зовут Фазия Парвин. Мне 43 года. И я имею тяжелую форму болезни фон Вильбранда третьего типа. Диагноз мне поставили в возрасте двух месяцев. После того, как брат мой умер от этой болезни. И в раннем детстве я уже в разном возрасте столкнулась со многим препятствием. Например, я не могла регулярно посещать школу во время менструации. Но, однако, я не отказалась от учебы и успешно училась. Получила степень магистра в области образования. Но в юном возрасте мне пришлось неделями лежать в больнице. И мои кровотечения лечили кровью или плазмой. Так что тогда не было доступного фактора. Однажды я увидела по телевизору передачу о благотворительном обществе больных гемофилией в Равальпинде, где я живу. Я записалась туда. И женщины с нарушением микросвертывания в Пакистане сталкиваются с большими проблемами преступлений в браках. Так как это обществом не одобряется. Но врачи в этом сообществе пациентов проводят информирование. И я знала, что брак для меня был возможен. Начала думать об этом. Но моя семья не согласилась. С тем, что я рассказывала о своей болезни во время предложения о замужестве. И в итоге женихи отказывались от такого варианта. И избегали меня. Это, конечно, очень психологически давило на меня. Угнетало. Вызывает моральные терзания только у меня. Но и женщин, которые живут в Пакистане. И мы сталкиваемся со многими финансовыми проблемами. И с повседневными расходами в связи с этим заболеванием. Плюс еще мне, допустим, не разрешают выходить из дома одной. Поэтому, если мне нужно пойти в больницу, я должна ждать родителей или брата, чтобы меня сопровождали. Это одна из основных проблем, с которой я постоянно сталкиваюсь. Я собираю средства для сообщества пациентов с гемофилией в Равелпинде. Насколько это возможно, стараюсь нести свой вклад в помощь другим пациентам. Я также провожу информационные программы для женщин с когулопатиями в Пакистане. Стараюсь им придать уверенности и мотивации для счастливой жизни. Спасибо. Большое спасибо, Фазия. Вы рассказали нам о том, как когулопатия влияет на жизнь женщины в Пакистане. И своим личным опытом поделились. Это, вы знаете, ваша история вдохновляет. Вы не опускаете руки. И вот говоря о вдохновлении, я предлагаю выступить дальше. Рошни Кулькарни, наш доктор. Она тоже является членом комитета по женским когулопатиям. Рошни, вам слово. Большое спасибо, Тон, за предоставленное слово. Большое спасибо всем участникам. Я буду говорить о следующей теме. Она не связана, в общем, напрямую с диагнозом, с лечением. Я буду говорить о барьерах. Самые крупные препятствия. Почему не получается лечить это заболевание? И проблема в культуре и в культурных табу. Мы не говорим на эти темы. Для того, чтобы зарегистрировать пациентку с этим заболеванием, мы сталкиваемся с тем, что культура не опускает. Есть определенные табу. И это порой очень серьезное препятствие. У меня нет конфликта интересов по поводу моего выступления. Сначала обсудим термин табу. Что такое проблемы культурные, транскультуральные? Что такое знакомство с культурой? Что такое понимание культуры? И как в разных культурах говорят о таких темах, как менструации, беременность, роды? И иногда мы даже не думаем о таких моментах, как изменение тела, либо татуировка применительно к вопросу коглопотей. Поэтому нам нужно говорить о преодолении барьеров, табу, каких-то языковых форматов, которые не позволяют улучшить ситуацию. И здесь у нас есть цифровые технологии и социальные сети. Определение табу – это социальная и религиозная традиция, которая запрещает или не допускает, не поощряет обсуждение, вот вверху такой образ, защелкнутый на замок рота, который не позволяет говорить о какой-то теме, потому что она ассоциируется с человеком или местом, или с вещью. Эти темы нельзя обсуждать. И это могут быть культурные, религиозные или общественные запрессы. Во многих культурах, допустим, нельзя говорить о менструациях, о сексе, о сексе до брака, о сексуальной ориентации. Обсуждать, допустим, тему трансгендерных людей. Есть еще, это были культурные табу, есть религиозные. То есть вещи, которые запрещены религии, допустим, ограничения, связанные с менструацией. Есть пищевые табу. Допустим, нельзя есть рыбу или нельзя есть мясо в определенные дни. Это тоже очень распространенные вещи. Иногда табу приходится нарушать для того, чтобы помочь конкретной женщине. И на следующем слайде мы видим, что описывается культура. Культура, она пронизывает всю нашу жизнь. Это широкое понятие. Это не только искусство. Это шире, это язык, это то, как мы выражаем себя, общаемся друг с другом и так далее. И мир сейчас объединяется, перемешивается. И клинические практики глобализуются, стандартизируются. Получается, что я доктор, я живу в определенной стране, у меня есть культура в этой стране. Но я лечу пациентов, которые могли приехать из разных стран, и у них другие культурные привычки. И поэтому мне как доктора нужно знать о культурных привычках, когда я пользуюсь в лечении глобальными стандартами. То есть мы говорим о транскультуральности. Необходимо доктору компетентность в той или иной культуре. То есть я понимаю, какая культура, ее особенности, и могу общаться с представителями этой культуры, используя определенный язык. Вот, допустим, в Индии можно по-разному сказать «да». Мы говорим «да» и качаем головой из стороны в сторону. А в других странах, наоборот, кивает головой. И в итоге мы путаем людей, потому что из других культур люди не понимают. Мы говорим «да» или мы все-таки отрицаем и говорим «нет». То есть есть разные способы привычной передачи информации. И цель транскультуральности – передать информацию, которая может быть деликатной в медицинском отношении. И все-таки добиться понимания. Поговорим о культуре, связанной с месячными. Вообще, источник этого слова в латинском слове «месяца» – это по-латыни, и на греческом слово «луна». Отсюда получаются месячные менструации. И есть такие поверья, что Вселенная полетит в тартарары, если за женщинами не следить. Считается, что месячные синхронизируются с циклами Луны и вообще с более широкими космическими ритмами. Многие культуры считают, что месячные имеют силу лечить больных, могут разрушать врагов. Они могут отогнать ливни с градом, молнией, и они могут, дают определенную силу женщинам. Менструальная кровь опасна для мужской силы. Это вот все-таки культурные мифы. Так что же нам считать? Месячные – это дар богов, или это наоборот наказание – это грех? Это священное, магическое, мощное средство. Какие есть табу, связанные с месячными? Это страх и крови, может быть. Есть вот в греческие мифы считается, что истерия, истерия женская, женская истерия – это такое необоснованное немотивированное поведение, потому что прошли месячные, и потому что скопилась кровь около сердца, и есть блуждающая матка. И таким образом нужно изолировать женщин, поскольку они могут загрязнить те священные места. И здесь много что переплетается, каких аспектов – и политические, и культурные, и мифические. И все это вращается вокруг женщин, вокруг матки, вокруг месячных. Переходим к следующему слайду. Давайте посмотрим, как в языке отражается вот все это многообразие смыслов. В Австралии называют месячные акульей неделей. То есть получается, что если женщина с месячными зайдет в воду, то приплывут все акулы. И пусть она сама борется с этими акулами. В Бразилии говорят, ну вот мои дни пришли. И девушки общаются, женщины между собой на определенном языке, называя вот это состояние. Ну что, уже сколько у тебя идет кровавое месиво для рыб? Вот так могут называть в некоторых странах месячные. Но месячные касаются всех сторон жизни женщины. И вот эта табличка была сделана в одной африканской стране. Месячные влияют даже на образование, если девочка пропускает школу. Потому что были проведены реальные интервью с девочками, которые говорят о том, что они не могут ходить во время месячных в школу. И таким образом без образования дальше перспективы жизни ухудшаются. Им приходится работать на низкооплачиваемой работе. И мы смотрим все новости и видели, что в некоторых частях Индии женщины специально проходят гистеротоктомию. То есть удаляется матка, потому что в определенных профессиях они не могут исполнять обязанности, в том числе религиозные, если у них месячное кровотечение, это влияет на благосостояние семьи и семьи. Вот вся стигма причислена на этом слайде и табу, и астрокизма. Более того, иногда реально женщин удаляют из сообщества на эти дни, в какие-то помещают их удаленные места, и это вызывает депрессию. И представляете, если у девушки, кроме всего, есть еще и когулопатия, то все проблемы вырастают в 10 раз. Мы должны помочь этим девушкам, женщинам понять, что есть выход из таких ситуаций. Так вот, я говорила о том, что во многих странах и культурах менструации, кровотечения из маточной являются табуированными темами. Я приехала из Индии, сейчас живую работаю в Колораде, в городе Денвер. Я уже была взрослой женщиной, и у меня были месячные, и мне нужно было срочно купить прокладки. А вот я прилетела из Индии, он меня, брат меня встречал в аэропорту, и мне нужно было срочно купить прокладки. Я не могла ему сказать, что нужно остановиться в аптеке и купить их. Я сказала, давай остановимся в аптеке, я куплю зубную пасту. Он сказал, да у меня есть дома зубная паста. И в итоге я всячески избегала. Сказала, ну не зубную пасту, мне нужно купить таблицы. Вот. И в какой-то момент я сказала, да мне нужны гигиенические прокладки. А он говорит, ну почему, почему ты так сразу и не сказала? Вот, понимаете, я женщина с образованием, и мне стыдно было брату назвать это слово. Вот такие моменты. Контрацептивные препараты, это гормональная терапия, тоже приходится избегать слова контрацепция, потому что в Америке его не прописывают, не принято прописывать подросткам. Поэтому говорим, это гормональное лечение. И очень часто заставляют во время кровотечения менять диету, употреблять чеснок и так далее. Используют традиционные препараты, акукунптуру, какие-то отвлекающие препараты. Для того, что это влияет на тенденцию кровоточивости. И полностью остается за рамками обсуждения темы татуировок и изменения тела при когулопотеях. Посмотрим на такую страну, как Иран. Там очень высокие уровни тромбостинии глансмана, дефицита 13 фактора, болезнь Винни-Брандта. Где-то 1500 женщин с когулопотей с возраста от года до 63 лет. И это реально влияет на возможность женщины выйти замуж. Там много близкородственных браков. И в моей практике в семье, если есть когулопотея, отец говорит, мальчика мы проводим анализ, девочкам не проводим. И в результате я вижу, что многие девочки сталкиваются с моральными терзаниями, страданиями и не хотят обсуждать такие интимные вопросы. Так что, если вы медик в такой стране, то вам нужно доверительные отношения с пациентками обязательно установить. Следующее отношение к менструации религии. Во многих религиях женщин считают нечистыми в этот период, неприкасаемыми. Это во многих странах так, и с одной стороны так, а с другой стороны даже поклоняются женщинам, у которых есть месячные. А в некоторых странах их ссылают. Вот, например, в Индии. В Южной Индии есть храм, сабри того, куда не разрешают входить женщинам с месячными. И Верховный суд Индии принял решение, что это является дискриминацией. Но эта практика все равно существует. А вот на Северной Индии есть менструирующая богиня, и там поклоняются этой богине. И вот видите, здесь даже есть предметы поклонения, которые похожи на половые органы женские, потому что менструация – это символ продолжения жизни, возможности иметь детей. По-разному бывает. А есть в Непале, где женщин во время менструации изолируют, им приходится жить в каких-то отдельных хижинах. И не только там это есть. Это в Колумбии, в Австалии, в Западной Африке такое есть. То есть женщину изгоняют в эти неуютные хижины, иногда там холодно. Бывают и даже из-за этого женщины погибают. Они там плохо отапливаются, угорают от угарного газа, укусила змея. Иногда они от обезвоживания погибают. А вот целая семья погибла в 2019 году в Непале. Женщина, 21-35 лет, и два сына, которые с ними в этот момент находились в этих хижинах для изгнания. По-разному бывает. А в некоторых странах и религиях, наоборот, празднуют наступление Минархи. Например, в Израиле и в Индии есть такое. У женщины появляется грудь. И это означает, что девочка уже близка к возрасту Минархи и может быть невестой. Так что есть бахмитва, такой абориат в иудаизме. И у меня в Индии маму, я помню, изолировали. И мне не разрешалось к ней прикасаться, когда у нее были месячные. Вот такие разные бывают традиции. С одной стороны, она была свободна от каких-то хозяйственных дел. Но, с другой стороны, разве хорошо, когда есть периоды, когда дети не могут иметь контакт с матерью? Затем различные культурные практики и беременности. Не всегда это бывает в больнице. И вы знаете, моя родственница погибла из-за послеродового кровотечения в деревне. Вокруг нее были женщины, но они не были беспомощны, они не были специалистами. И по оценкам ВОЗ, каждый год погибает 800 женщин по причинам, связанным с беременностью и родами. В 2017 году 295 тысяч женщин погибли после родов. И наиболее частая причина – это кровотечение. Это ужасно. Не правда ли? Не у всех у них были коглопотеи. Но если коглопотея присутствует, то она должна быть продиагностирована. И этим женщинам должна быть оказана помощь. Итак, каждый день погибает 800 женщин. Итак, есть различные культурные традиции. Некоторые женщины во время месячных должны придерживаться определенной диеты. В некоторых странах типа Пакистана кровотечение считается хорошо после родов. Уходит все плохое из организма. А вот вы видите, в Японии женщина с гемофилией плачет, думая о том, что ей пришлось пройти. А вот женщины, которые отказываются от того, чтобы иметь детей, чтобы они не унаследовали эту болезнь. А теперь татуировки и пирсинг. Это традиция у многих народов. Ведь нужно дать факторы и профилактику. У женщин, которые собираются делать татуировку или пирсинг. И обязательно нужно их опрашивать. Нет ли у них коглопотей перед тем, как делать эту процедуру. И, наконец, женское обрезание. Это бритвы убирают части или полностью половые наружные органы у женщины. Эта традиция существует во многих странах. Это абсолютно нездорово и может вызвать серьезные кровотечение и даже смерть. Так что, если у вас коглопотея, то от такого вы можете даже и погибнуть. Следующий слайд. Здесь арестрируется то, что нам необходимо использовать социальные медиа. И да, действительно это происходит. Мы боремся со стигматизацией месячных, с бедностью, так называемой менструальной, когда нет денег и достаточно на санитарные средства. И многое-многое делается. И еще многое предстоит сделать. На последнем слайде я хотела бы поблагодарить и ВФГ, и мой университет Мичиганы, и мою организацию, и фонд гемофилии штата Мичиган. Всем спасибо. Спасибо, доктор Коккарни, за вашу прекрасную презентацию, которая много вопросов поставила и много задач сложных перед нами для будущего выполнения. Благодарю. Следующий спикер. Эмили, спасибо, что вы к нам смогли присоединяться. Эмили в ВФГ занимается данными и исследованиями. Она расскажет о решениях и о путях, которые могут нам помочь преодолеть эти барьеры доступа к медицинской помощи и лечению женщин и девочек. Добрый день. Спасибо, что собрались нас послушать об этой очень серьезной теме и предмет моих занятий – сбор данных. и я отношусь к этому очень ответственно. Занимаюсь данными. И давайте подумаем, как использовать данные и данные регистра ВФГ и годового всемирного опроса ВФГ, как обратить эти данные нам на пользу. Теперь о болезнях в целом. В целом нужно понимать, что редкая болезнь – это несуществующая болезнь. Обычно медики, скажем так, на более массовых заболеваниях сосредотачиваются исследования тоже типа сердечно-сосудистых или рак, от которых погибает больше людей. Гемофилия и кагулопатия – это менее частое заболевание. Теперь, если мы будем говорить о кагулопатиях, которые редки вообще, вы знаете, что у женщин это еще реже случается, чем у мужчин. Все-таки большинство пациентов пока – это мужчины, в частности с гемофилией. У женщин это реже случается. Так что мы редкие среди редких. Мы все согласились, что нужно обращать внимание и на меньшинство, и на женщин тоже. Если их мало, это не значит, что они не существуют. Итак, с чего нужно начать? Нужно начать с их выявления, определения. Мы не можем понимать, что происходит, если мы не выявляем людей, которые страдают от этой проблемы. Вот иллюстрация, это график из годового семейного опроса в ФГ. Здесь порядок выявления людей с кагулопатиями. Видно из графика, что здесь есть, что совершенствовать. После определения выявления нужно изучить их, что за условия, что за болезнь, каковы симптомы и как можно помочь об этом заболевании. Посмотрите, это история во времени и различные изобретения в области лечения гемофилии. Но все исследования, которые привели к этим открытиям, делись на, в основном, мужчинах. Теперь у нас есть прекрасные инновационные эффективные методы терапии и хорошие препараты. Так что благодаря мужчинам и на исследованиях на мужчинах мы действительно многого добились. Итак, были обнаружены хорошие, эффективные виды лечения. Если в 20-х годах это были только шины, постельные режимы и лед, то теперь мы уже говорим о генной терапии, о препаратах с удлиненным действием, о нефакторной, заместительной терапии. Так что был пройден большой, я бы сказала, великий путь. Однако все исследования велись на мужчинах, которые привели к этим успехам. И давайте подумаем. Данные это как вода. Простая вроде бы аналогия. Итак, как вода данные очень важны. Они необходимы для принятия решений. И для того, чтобы решение принять было возможно, о лечении, о снабжении лекарствами, эти даты должны быть доступными. И данные, то есть да, вода может быть, но она недоступна, то ее и пить невозможно. Так что доступность данных – это очень важный момент. Необходима полная информация о пациенте с тем, чтобы принять правильное решение о лечении. То же самое и для правительства. Нужно понять, сколько пациентов и сколько необходимым препаратов, чтобы было достаточно. И для адвокации тоже нужны данные, чтобы свидетельствовать о ситуации с тем, чтобы добиваться лучшего доступа к лечению. И данные, как и вода, должны быть чистыми, прозрачными, правильными. Иначе они бесполезны. Итак, у нас ВФГ считает, что регистр нужен именно для этого. И регистр как раз и обеспечивает важные данные. Эти данные доступны из регистра. И, что важно, они надежные, они правильные, они собираются в соответствии со стандартами. Их проверяют на качество, эти данные. Их могут использовать различные участники процесса. Так что с 2018 года наш регистр ВФГ – это, пожалуй, единственный, который делается в соответствии с правильными стандартами. И сейчас у нас участвует в этой работе создание регистр 112 центров лечения гемофилии 43 страны и более 10 тысяч пациентов. У нас много данных собрано. Итак, и данные мы собираем. И как это может быть полезно для пациентов с коглопотемией и, в частности, для женщин с коглопотемией. Они тема сегодняшнего заседания. Это демографические данные. Хотел бы поблагодарить ИНИК, потому что они рассказали о том, как важны эти данные. И так мы демографические данные собираем. Мы рассматриваем диагностику, рассматриваем различные истории болезни и медицинские моменты. Рассматриваем, скажем так, кровотечение в какие части тела, в какие суставы, как лечилось и так далее. Качество жизни и многие-многие другие факторы. Мы рассматриваем и регистрируем в нашем регистре. Так что информация о женщинах и девочках будет тоже очень и очень ценной. Теперь про другие организации. Я говорила о наших стратегических приоритетах. Мы хотели бы задействовать больше женщин и девочек. Так что будем рады, если вы тоже будете участвовать. Да, сейчас большинство мужчин зарегистрированы. Однако количество женщин тоже растет и должно расти. И вот этот момент, мы сейчас делаем на него акцент. Занимаемся образованием, образовательной работой с центрами. Вы понимаете, это такой многоплановый вопрос, который требует многопланового ответа и решения. Вот мы проводим это в рамках инициативы по женщинам и девочкам, чтобы было не только 163 участницы. И мы собираем дополнительно данные, которые более конкретно описывают ситуацию женщин и девочек. И по поводу месячных будем собирать и по сопутствующим заболеваниям, по беременности и по кровотечениям после родов и так далее. Все это позволит нам проводить информативную работу и адвокацию. И надо сказать, что вот этот регистр, он реально помогает вести работу. Во-первых, направляет исследования. Мы говорим, что вот эти данные, собранные в регистре, они будут направлять исследования в женской сфере. У нас есть мобильные приложения, и в то же самое для женщин. Мы их будем делать для того, чтобы они могли регистрировать информацию по месячным, принимаемым препаратам. Регистр эту информацию передает и медицинскому специалисту. Таким образом, доктор уже владеет информацией, может задавать правильные вопросы. То есть я постоянно подчеркиваю важность данных и, соответственно, введение этого регистра коголопатей. Ну а теперь хотелось бы рассказать вам об интересном опыте нашего центра ЦЛГ в штате Керала в Индии. Они стали собирать данные для того, чтобы улучшить диагностику и информированность населения. И я хочу показать, что это реальная работа, это может быть сделано на благо женщин и девочек. Сначала был получен из фунда определенный грант на исследовательскую работу. И в штате Керала в Индийском ожидается, что проживает 3600 человек с гемофилией. Но диагностировали и зарегистрировали всего лишь 900 в Центре лечения гемофилией. То есть мы делаем вывод, что недостаточная диагностика. И нужно прийти к реальным цифрам, как можно ближе подойти для здоровья людей в штате Керала. А для этого необходимо собирать данные. Это была вторая цель. И третья – использовать данные для улучшения лечения. И как поступили? Были проведены 8 лагерей для информирования и семейного скрининга. И 600 участников было в этих лагерях. 531 проба крови были взяты для проведения скрининга. И 61 новый пациент с гемофилией. Были диагностированы 49 с гемофилией, 12 с гемофилией В. И 39 из этих 61 пациентов были моложе 18 лет. И эта информация была передана в органы здравоохранения штата Керала. В том числе и о важности профилактики для детей младше 10 лет. И одно из крупнейших достижений этого мероприятия, этого инициативы. С помощью этой кампании информации здравоохранение, отдел здравоохранения штата Керала был в состоянии организовать комплексную программу помощи при гемофилии. И вот это такой пример, который можем использовать для того, чтобы улучшить работу и по женским кагулопатиям. Надо сказать, что вот уже Всемирный регистр кагулопатии в РКС заложил основы для успешной работы по сбору данных о женских кагулопатиях. Мы понимаем, что нам нужны точные данные. Нужно ставить диагноз. И нужно показать, что кагулопатия влияет на жизнь женщины и на ее лечение. И нам нужно с помощью исследований улучшить клиническое ведение этих случаев именно по женским аспектам кагулопатии. И еще раз подчеркиваю, что без данных адвокация невозможна. Вот как раз проведение этих кампаний по адвокации и по информированию, по повышению уровня образования по этим вопросам невозможно без данных. И вот еще важное сообщение. Мы хотим уменьшить стигму и расширить доступ к лечению и помощи. Огромное спасибо, Эмили. Какой замечательный пример из штата Кирилла Индийского, что реально работа может иметь ощутимые результаты. Ну что ж, следующая остановка. Я приглашаю доктора Элизабету Пумпур из Латвии и Анну Луизу Грикшанка из ЮАР. Они расскажут о получении доступа, как важно, чтобы свою роль выполняли акушеры, гинекологи и фельдшеры. Сначала даю слово Элизабету Пумпур. Большое спасибо. Здравствуйте всем. Для меня большая честь выступать перед вами. И мне предложили осветить роль акушера-гинеколога в такой работе. Я на самом деле пытаюсь зажечь коллег своим собственным примером. И на следующем слайде я покажу самую типичную ситуацию, с которой мне приходится сталкиваться в своей практике. Да, я работала в неотложном отделении, в скорой помощи. И вот чаще всего вот такие подозрительные случаи поступают пациентке. Это, допустим, повторяющиеся эпизоды кровотечения у женщины и их привозят в неотложное отделение. Это может быть тяжелое месячное, это может быть тяжелое кровотечение в брюшную полость после эволюции. Это может быть послеродовое кровотечение. Давайте посмотрим на цикл овуляции. Может разорваться капсула в яичнике. И в этом случае, мы говорим, сосуда начинает кровоточить и возникает кровотечение. То есть само кровотечение, оно заканчивается. Но если у женщины какие-то проблемы с фактором, со свертыванием, с гемостазом, то это кровотечение не останавливается. И бывает в брюшной полости скапливается большое количество крови. Если это раз за всю жизнь, то это можно пережить. Но если эти кровотечения повторяющиеся, то тогда это должно вызывать подозрения у докторов. И непременно направить такую пациентку нужно к гематологу. Если мы говорим о послеродовых кровотечениях, Мы говорим на занятиях, допустим, в школах девочкам с 14 лет, что кровотечения возникают из-за травмы. В этом случае необходимо зашивать рану. Может быть, из-за принимаемых препаратов. Может быть, если осталась еще плацента в организме. В очень редких случаях кровотечение возникает из-за тромбофилии или из-за проблем с гемостазом. И вот из три основных случая я перечислила. И в этом случае я всегда направляю пациента к гематологу с документацией по послеродовому кровотечению. Я считаю, что так нужно поступать. Вот теперь следующий слайд. Вы видите фотографии. Одна из моих пациентов дала разрешение сфотографировать ситуацию. Вот как раз я вам объясняла с яичниками, потому что из места овуляции пошла кровь. А хирург решил провести лапароскопическую апиацию, чтобы понять, в чем причина кровотечения. И вот через 12 часов мы видим шов на животе, и много крови просочилось. И стало думать пациентка, может быть, плохо шов зашито, и кровь просачивается. Но в этом случае на самом деле не бывает крови. Мы закрываем лапароскопический разрез простым швом, и никакого кровотечения нет. Я направила пациентку к гематологу, и выяснилось, что у нее гемофилия бы. Вот это тоже такая нетривиальная и тревожная ситуация в моей практике. Ну а теперь моя коллега Анна-Луиза Крикшанка расскажет об опыте из Южноафриканской республики. Здравствуйте всем участникам. Я не могу включить свое видео. Если организаторы хотят, они могут его включить. Я хотела рассказать о следующем. Я работаю в основном в центре лечения гемофилии. И, конечно, мне чрезвычайно повезло, потому что коллагопатии у нас и женские, и мужские. И это центр комплексного лечения. Да, иногда ко мне посылают пациентов со стороны, но, наверное, больше всего пациенток приходит, потому что у них анамнез такой, что их к нам приводит болезнь. И я могу сравнить прошлое и настоящее. Вот случай из прошлого. Женщина, ей вот сейчас 51 год, не было в семейном анамнезе Кагеля-Полотей. В 2001 году у нее родился сын в частной клинике. И все было хорошо с ребенком тоже, и с ней. Ну, были какие-то синяки у мальчика, но никто никогда не переживал по поводу этого. Ее никуда не направляли. И она эти моменты не поднималась с педиатром. Вторая беременность наступила. И собрали очень хорошо анамнез у этой женщины. И гинеколог увидел, что тут не все очень хорошо, потому что после кецрева сечения она плохо восстанавливалась. И задавали дополнительные вопросы. А другие дети у вас есть? Да. А как у ребенка? Дела у первого мальчика? И, к счастью, все это дошло до гематолога. И сына диагностировали в возрасте 7 месяцев. Поставили гемофилию АА. И если бы этого с самого начала не произошло, то этот случай был бы пропущен в течение какого-то времени. Сейчас у нее уже девочка родилась. И, в общем, все хорошо. И на самом деле ей потребовалось вводить концентрат фактора во время всех хирургических вмешательств. И обычно, если пациентка знает, что у нее это заболевание, то ведут ее случай и лечат хорошо. И таким образом это произошло в районной больнице. И ее перенаправили к нам. И сейчас она проходит наблюдение в клинике женских когулопатий. Вот второй случай. У этой женщины болезнь Виллибранта. Ей поставили диагноз легкой болезни Виллибранта. В общем, ничего серьезного и существенного. Но этот диагноз был поставлен давно. И тогда анализы были настолько существенные, как сейчас. Потому что сейчас модернизировалась диагностика. И какие-то моменты раньше анализы пропускали. И ее направили к нам в Центрис, потому что она жаловалась на увеличение кровотечения и очень низкий уровень железа. Мы в 2012 году перетестировали ее и установили диагноз тяжелая болезнь Виллибранта. То есть настоящий диагноз был тяжелой болезни Виллибранта. Она стала из-за низкого уровня страдать, низкого уровня железа. Пошли кровотечения в суставы. И в возрасте 33 лет начала профилактику. Ей вставили контактептивную спираль Мирену. И с тех пор качество жизни улучшилось. И не было необходимости, не было кровотечения. Потом она упала в душе. И тут же ввела себе концентрат фактора. Несмотря на то, что как бы серьезно повредилась. Там синяки не были. Но потом обратилась к нам. Но мы увидели, что профилактика сработала прекрасно. Вот быстро восстановилась. Мы и профилактически вводили концентрат фактора. И ситуация закончилась хорошо. Поэтому мы хотим, чтобы такие пациенты, зная свои коголопатии, связывались с нами. И чтобы это были долговременные отношения, когда мы можем обеспечить хорошее состояние и здоровье. Вот об этих случаях я вам хотела рассказать. Большое спасибо вам обеим за прекрасное выступление. А теперь я приглашаю всех участников, всех наших панелистов, докладчиков включить камеры. То есть докладчики включают камеры. И уже поступили вопросы от аудитории. Их шесть. И мы сначала ответим на вопросы из аудитории. Потому что у меня тоже есть вопросы. Я их записывала. Но сначала ответим на ваши вопросы. Так, останемся на этом слайде. Вопрос. А можно всех докладчиков включить камеры, попросить и выйти на экран? Огромное спасибо за ваши презентации. И у нас прекрасный список вопросов. Вот первый из них. Во время презентации доктора Лавин этот вопрос поступил. Да, хорошо. Я думаю, панелисты смогут ответить на этот вопрос. Скажите, вот эта схема оценки степени тяжести менструации в картинках, она достаточно хороша? Стоит ли ею пользоваться? Доктор Конкорни, вам расскажите, она вы согласны с тем, что это нормальная система оценки? Ну, обратная связь по поводу вот этой схемы оценки. Очень часто делается у нашей клиники. Мы спрашиваем и ведется исследование CDC по поводу использования тронексамовой кислоты и десмопресина. Сравниваются эти два лекарства для женщин и девочек. Витак Рейтис был первым автором статьи на эту тему, я была соавтором. И вот там есть оценка по шкале, скажем так, баллы, по которым оценивается тяжелая менструация. Так вот, там все снизилось больше при использовании тронексамовой кислоты. По сравнению с десмопресином, это было перекрестное исследование. И мы всегда используем это. Единственное, что не... Главное, вот что нужно выяснить. Эффективно ли лечение. И вот эти картинки очень даже помогали. Мы смогли со временем все правильно оценить и принять верное решение и выводы сделать. Следующие вопросы, которые тоже часто возникают. Например, если медик не работает с Коагала по теме, затем нам нужны случаи, когда есть, например, пациенты с нормальным уровнем функций. Я, например, имела дело с женщиной, у нее был уровень фактора 43%, а вот кровотечения были серьезными. Может быть, что-то кто-то пропустил, что-то не понял. Ведь могли это пропустить. Да, у вас нормальный уровень, тогда не нужно переживать из-за кровотечения. Могли ей сказать такое медики. Так что, как проводить вот для таких женщин адвокацию? Как убеждать, что не только процентное содержание фактора имеет значение? Это известный фактор, что носительницы гемофилии гораздо больше кровотечата при, скажем так, достаточно высоких уровнях фактора. Чаще и больше, чем обычные люди. Это известный фактор. И Международное общество тромбозов и геменостаза понимает, что есть симптоматические носительницы. Да, у них нормальный уровень фактора, но симптомы есть. Это известный фактор. И так называемые кровотечения без видимых причин. Это тоже существует. Дело в том, что на кровотечение влияет очень много факторов, включая тромбоциты. А ведь их изучать весьма непросто, особенно в провинциях, не в центральных регионах, странах. Сейчас исследования на это нацелились. Вы знаете, матка вообще кровит по-разному. У разных женщин бывают разные фенотипы. И у некоторых пациенток с болезнью Виллибранта уровень фактора с возрастом повышается. То же самое бывает и у носительницы гемофилии. То есть разные бывают варианты. Все не требуют дальнейшего изучения. Как раз это и нужно изучать. Понять, почему это так. Маловато вообще исследований по женщинам и девочкам. Так что, если что-то не понимаем, вывода напрашивается простой. Надо изучать. Это это вопрос. Да, да. Это было вот из четырех слов, начинающихся на латинскую букву R. Необходимое исследование. Итак, я бы добавила это в список того, что нужно. И это все материалы в соответствии с публикацией АСТХ. Да, у них были созданы определения. Итак, кто такие носительницы гемофилии. Есть разные их категории по процентному соотношению фактора. Ну и, как сказала Рашни, даже если этот уровень выше 40%, все равно они считаются носительницами. Есть две группы. Подгруппы симптоматические и несимптоматические носительницы. Так что, если женщины имеют симптомы, они могут приходить и получать поддержку в нашем центре. И даже без симптомов можно тоже быть зарегистрированными. Все вы все равно пациенты с гемофилией. И мы не хотим сегрегировать наших пациентов. Так же, как и мужчины бывают с легкой, умеренной и тяжелой гемофилией. Так что, как вот доктор Градипа это сказала, да, возможно, нужно добавить еще асимптоматических носительниц. Стоит это обсудить. А теперь осложнение гемофилии. Типа артропатия у женщин. Обычно говорят, что не бывает кровотечения в суставах. Однако, австралийское исследование гласит о другом. Там сказано, что у 52% был артрит, а 29% это процент артропатии у женщин без коголопатии. Так что, рассматривали различные категории женщин, особенно 45%. То есть, стоит ли изучать как раз артропатические последствия коголопатии у женщин. Кто об этом хочет высказаться? Я могу высказаться немного. Поверьте, да, у женщин бывают артропатии. И это может быть из-за микокровотечений, так называемых, или просто низкого уровня фактора. Опять же, это еще недостаточно изученная область. И вопрос о применении фактора. Помогло бы или нет, если бы оно применялось. И терапия для мужчин помогла бы таким женщинам или нет. Все это необходимо изучить. И это хороший вопрос к фармацевтическим компаниям и к тем, кто занимается испытаниями и исследованием. Пожалуйста, изучите это про женщин. Может быть, стоит оценивать их суставы, их состояние, начиная с молодого возраста. И сравнивать их изменения. И все это ставить в зависимости от уровня фактора. Ну, нужно это изучать. Нужно следить за такими дамами. Так что многое мы уже делали много лет назад, но для мужчин. А теперь, начав это делать для женщин, мы можем это делать быстрее и лучше. Но я лично считаю, что да, из-за коколопатии у женщин бывают артропатии. Так, следующий вопрос. Мария Луиза и Аннуиза, вы обеим хочу задать вопрос. Как мотивировать врачей и других медиков, которые вообще даже плохо знают о коколопатии или уверенно, что тяжелые месячные – это нормально. Как работать с врачами с тем, чтобы они выявляли лучше женщин с коколопатии и отправляли их к гематологам? Какие у вас есть мысли по этому поводу? Как повлиять на таких врачей? Я могу сказать, что это ответственность врача и необходимо информировать врачей. Необходимо ввести адвокацию, особенно среди акушеров и гинекологов. Думаю, что хорошо, что работает. Вот как, например, это было с араком шейки матки. Нужно просто теорию преподавать и практику объяснять, и истории рассказывать, просвещать. Иногда чего-то мы не хотим даже слышать, но поняв, как страдают женщины, мы проникаемся участием к ним. И я вот, кстати, тоже на этом семинаре много нового узнала и буду распространять эти знания. И нужно стараться мыслить нестандартно. Возможно, вы не специалист по коколопатии. Если вы что-то необычное заметили, просто задайте больше вопросов, изучите вопросы. Мы не должны знать гематологию от А до Я, но основные принципы вам, если будут знакомы, это полезно. Ведь мы же все же учимся в медицине, и медсестеры обучают тому, что означают частые синяки или кровотечения из носа. Просто будьте более внимательны к своим пациенткам и правильно их направляйте туда, где пациентки могут хорошо помочь. Ведь все мы нацелены на благо наших пациентов. И просто предоставляйте информацию. Вот и все. Мне кажется, лучше всего работают личные истории. А вы что думаете по этому поводу? Я согласна с Элизабеттом. Важно повышать осведомленности. Мы знаем историю семей. И мы знаем порой, что все сестры, мамы, все женские родственницы дадут от этого заболевания. И я считаю, что начиная с педиатрического возраста, необходимо им все хорошенечко объяснять. Обязательно направьте их туда, где могут измерить их уровень факторов. И среди организаций тоже нужно повышать уровень осведомленности. Я считаю, да, кстати, мы сейчас занимаемся программой телемедицины для носительниц. В онлайн через Zoom мы будем проводить вебинары для медсестер также, с тем, чтобы повысить их уровень осведомленности. И с теми, с кем часто встречаемся, и с теми, с кем редко встречаемся, мы стараемся для них нанести информацию. Очень интересно и важно. И вот вопрос от Алан Волман. Он один из руководителей ВФГ. В ФГ и сказал вот что. А может быть объединиться с пациентками, у которых эндометриоза, с их ассоциацией или другими заболеваниями. У них тоже кровотечение. Причина другая, но симптомы похожи. Есть, опять же, и табул, который к ним относится, и сходные трудности они испытывают. Может быть, нашим женским организациям стоит связаться и сотрудничать с ассоциацией пациенток с эндометриозом, например. Что вы думаете? Я считаю, что это было бы неплохо. И это поможет начать разговор о том, как нормализоваться и считать нормальным разговор о месячных. До сих пор женщины этого стесняются и считают, что нормально страдать от кровотечений. И молча стесняются об этом разговаривать. Так что я считаю, что сотрудничество с подобной ассоциацией будет на пользу упростить нашу жизнь и позволит нам научиться говорить об этих вещах в слух. Да, организация – это всегда сила. И когда она действует, они отдельные личности. Работа получается более эффективностью. Но иногда объединение не очень полезно, потому что рассеиваются силы. А может быть не объединение, а просто сотрудничество, кооперация – вот это всегда полезно. И если это объединение и сотрудничество с женщин, я буду очень рада, если это произойдет. Я тоже думаю, что нужно не замыкаться в нашем сообществе только с мужчинами. Кстати, надо сотрудничать с мужчинами с гемофилией. Пусть они знают, какие у нас проблемы бывают с месячными. Не стоит это скрывать. И пусть они будут поборниками наших прав. А мне многие хотят нас защищать, просто не знают, как за это взяться. Так что... Ой, вы знаете, вопросов очень много. Боюсь, времени на все вопросы не хватит. У нас всего минуты осталось. Ну, вы знаете, я в течение 10 лет организовывала детский лагерь. И, вы знаете, я всегда прокладками запасалась и обращалась. Приходила в школу, где были девочки-подростки и мальчики-подростки. И все им объясняла. И мальчикам, и девочкам. И говорила, вот видите, что происходит с тампоном, когда его используют и так далее. То есть, потому что я говорила иногда, может быть, у вас будут отношения. Допустим, вы должны понимать, как ужины проходят месячные. Или у вас будут дочери, и вы должны не бояться этой темы месячной. Поэтому я надеюсь, что вот такое общение, оно поможет и мальчикам, и девочкам в будущем. То, что я им рассказала, это им поможет знать об этой физиологической особенности. На этой неделе у нас будет пленарное заседание по боли. И Стейси Фильмар в свое время возглавляла, была президентом Комитета международного по эндометриозу. Она будет выступать. То есть, мы действительно пытаемся партнерство наладить, как мы можем с пациентками, страдающими от эндометриоза, тоже сотрудничать. Ну, вот буквально последний момент. Я вижу, поступают отводы, вопросы, вернее, и мы пока еще не предоставили ответы. Но мы соберем эти вопросы и перенаправим их на платформу электронного обучения ВФГ для того, чтобы все могли услышать об этих ответах. Вот спросили, а что там девушки из женщины? Есть ли у них проблемы когулопатические? Их нужно заместительную терапию фактором им прописывать? Да, я благодарю всех участников, благодарю наших выступающих. Мы действительно чувствуем результаты информированности, которая возрастает. И мы видим, прогресс идет. Пожалуйста, поддерживайте эти вебинары. Для вас это бесплатно, участие. Но вы можете сделать пожертвование в пользу ВФГ. И мы, отделение ВФГ в Соединенных Штатах, рады поддерживать такие мероприятия. Вы тоже можете участвовать в такой поддержке. И обязательно присоединяйтесь к нашему следующему образовательному мероприятию. Я желаю вам приятного утра, дня или вечера. До свидания и спасибо.